Уходящий год в городской думе провожают принятием нового бюджета. С учетом последних новостей с финансовых рынков, никто и не ожидал, что он получится щедрым. Но социальную направленность сохранить удалось. Он стартовый параметр выше, даже с учетом инфляции, стартовых параметров 2014 года. На самом деле, для нас это уже хороший сигнал. Мы понимаем, что ситуация непростая, но для нас сегодня мы четко понимаем, на что мы тратим деньги. Мы определили об этом несколько лет назад. У нас есть важнейшие программы, которые мы не намерены бросать. Будем выкручиваться, будем искать доп. источники, пока это получалось. Пока ни одна стройка муниципальной в городе за эти годы не только не останавливалась, она не была даже сдвинута по срокам. Бюджет принят, но тема городских финансов с первого плана не уходит. Следующий вопрос – установление предельного объема выпуска муниципальных облигационных бумаг. Проще говоря, речь идет о возможности и необходимости размещения муниципального займа в размере до 4 миллиардов рублей. 12 депутатов голосуют за, 20 против. Посмотрим, что будет ситуация на рынке. То есть не факт. Желательно жить по средствам. Зачем брать, если мы возьмем куда-то, потратим, а нам за это придется и проценты платить, и потом основную часть долга тоже отдавать. Вопрос откуда? Глава администрации Олег Конрожев придерживается другого мнения. По его словам, деньги все равно придется брать в долг. Только сейчас можно было воспользоваться более дешевым вариантом и не прибегать к услугам коммерческих банков. Я в очередной раз хочу выразить сожаление о том, что депутаты городской думы, на мой взгляд, так и не разобрались. Хотя, видите, тенденция изменилась. Если раньше все депутаты практически однозначно говорили, да, давайте перенесем вопрос установления предельного уровня по размещению облигационного займа, то теперь уже до некоторых дошло, что мы сделали уже, мы не делаем, а мы сделали ошибку, что не разместили облигационный займ осенью, в начале осени 2014 года, подготовив документы за лето 2014 года. Мы бы сейчас городским бюджетом сэкономили сотни, я подчеркиваю слово, сотни миллионов рублей. Ряд вопросов, связанных с дополнительным финансированием социальных программ, решено обсудить уже в январе. В частности, это касается питания в детских садах и школах. Предполагается, что расходы по этой статье могут вырасти на 73 миллиона рублей. Мы услышали с вами обязательства, которые взял на себя глава администрации, что эти вопросы будут решены два. Это принципиальная тема. Депутатский корпус рекомендовал администрации принять эти затраты. Речь идет о 21 тысяче школьников, которые относятся к семьям с недостаточными доходами. И это обязательная ситуация, она будет реализована, я в этом не сомневаюсь. В режиме жесткой экономии города, видимо, придется жить в виде следующей год, впрочем, как и всей стране. Антон Ганин, Иван Масов, Объективно, ННТВ.